Несмотря на всевозможные принимаемые меры, уровень детской аварийности по-прежнему очень высокий. В целях предупреждения ДТП с участием детей и привлечения широкой общественности к этой проблеме, в преддверии летних каникул 22 мая в Подмосковье проходило профилактическое мероприятие «Единый день детской дорожной безопасности». В городе Видное в этот день состоялся рейд «Детское кресло», но сотрудниками госавтоинспекции были выявлены и другие нарушения правил дорожного движения. Запланированный рейд «Детское кресло», проводимый в рамках профилактического мероприятия «Дети в Подмосковье безопасные дороги», стартовал в городе Видное 22 мая на пересечении Советской улицы и проспекта Ленинского комсомола. Цель этого мероприятия – еще и еще раз напомнить водителям о соблюдении правил дорожного движения и, самое главное, предупреждение детского травматизма на дорогах. За отчетный период на дорогах Московской области погибло 70% детей в качестве пассажиров. И сегодняшняя акция именно нацелена на то, чтобы предотвратить вот эту вот аварийность. В рейде «Детское кресло» приняли участие и юные инспекторы дорожного движения, учащиеся школы номер 7. Вот эти ребятки, они у нас уже не первый раз принимают участие с нами в рейдах. Тем более, могу, наверное, похвалиться, они стали у нас сегодня победителями в слете ЮИД. Они у нас гордость наша, которые будут представлять наш Ленинский район на областных соревнованиях. Ребята раскатывали взрослым, как нужно вести себя на проезжей части. Раздавали водителям информационный материал, изданный российским Красным Крестом. Здесь очень много информации по этим детским удерживающим креслам. И самое главное, здесь телефоны. В случае аварии, ДТП, чтобы все это было на глазах, можно было получить практическую помощь, позвонив по одному из этих телефонов. ЮИДовцы, помощники госавтоинспекторов, не только в школе первые пропагандисты правил дорожного движения. Мы ходим в детский сад, чтобы детей с раннего детства научить правила дорожного движения, чтобы они в дальнейшем их соблюдали. Рейд «Детское кресло» в этот день выявил очень много нарушений именно по перевозке детей. Некоторые папы уверяли, что мама с ребенком на руках, пристегнутая ремнем, может служить удерживающим средством. В данном случае водитель ошибается, поскольку на все категории детей, начиная от только новорожденных до 12 лет, существует категория классификации специальных удерживающих устройств. В данном случае это должна быть, если не автолюлька, то следующий по возрасту, по весу, по массе ребенка должно быть все рассчитано. За тонировку боковых стекол многие водители в этот день поплатились снятием государственных номеров с автомобиля. Тонировка снижает угол зрения водителя, особенно в условиях недостаточной видимости в темное время суток. Водитель уже не может полностью владеть ситуацией за рулем. Если другой водитель, который движется ему перпендикулярно, либо обгоняя его, так же нарушает, допустим, едет без света, то возможности заметить вовремя данного водителя нет. Поэтому законодатель относит данное правонарушение как к нарушению правил дорожного движения. Единый день детской дорожной безопасности в городе Видное продолжился автопробегом. По громкой связи инспекторы напоминали водителям не забывать использовать средства безопасности.